Год завершается, пора принимать работу. Зампред правительства Максим Громов решил лично убедиться, как подрядчики справляются с капремонтом. Из всего перечня домов выбрал два адреса и наведался туда с ревизией. Здесь, в девятиэтажке, на улице Черниковых, 33, меняли лифты во всех пяти подъездах. Пусконаладочные и электромонтажные работы уже завершили. Жильцы наслаждаются новыми, красивыми и, что немаловажно, экономичными лифтами. Ну, лифт, конечно, новый лифт, а пока работали... Тихо, спокойно, верю, не шума, никакого шума. Ну, новый лифт. Никаких нареканий. Замена лифтов – удовольствие дорогое. Один стоит около двух миллионов рублей, но прослужит долго – 25-30 лет. В регионе вопрос с лифтами больной. Замены требуют более двух сотен. Это те, которые уже выработали свой ресурс. Подрядчики меняют саму кабину, обрамление проема дверей, всю начинку машинного отделения. При том объеме выставления счетов и сборов за капитальный ремонт жители дома еще порядка 80 лет будут выплачивать рекоператору фонд капремонта, будут выплачивать задолженные за эти работы. Поэтому относиться нужно бережно. Оборудование все новое, современное, красивое. Мне понравилось. В доме номер 22 по улице Лагерная работы в самом разгаре. Подрядчик меняет крышу. Закончить старается как можно быстрее. Синоптики обещают холода. Такие, что не выдержат ни рабочие, ни материалы. Плюс поджимают сроки. Крыша еще частично разобрана, а до финала по договору – 10 дней. Забравшийся на крышу зампред остался недоволен увиденным. Трубоотопление на морозе без теплоизоляции. Но вопросы не к подрядчику, а к управляющей компании. Согласитесь со мной, наверное, не дело собственников лазить по своим чердакам и смотреть, в каком там состоянии изоляции. Это работа управляющей компанией, это ее обязанность. По данному случаю я дам отдельное задание государственной жилищной инспекции, чтобы она взяла на контроль и в случае наличия ряда замечаний, их не устранения, вплоть до отзыва лицензии на управление конкретными домами. Максим Громов отметил, что если собственник видит нарушения в работе подрядчика, недоволен качеством или темпами, он должен обращаться в свою управляющую компанию. В 2015-2016 годах силами рекоператора планируется отремонтировать около тысячи домов. По состоянию на начало декабря только на 573 многоквартирных домах они полностью выполнены. Есть порядка 30 домов отложенные в связи с погодными условиями. Вообще будет выполнено около 723 домов. Это меньше плана, потому что 30 домов у нас отложенные. Ну и помимо всего прочего есть дома, которые при обследовании выяснилось, что эти дома или не требуют ремонта, не подлежат ремонту, нецелесообразно проводить вид работы и по этим домам требуется протокол для того, чтобы внести в актуализацию, провести региональный программ. Приезд правительственной делегации для жителей 22-го дома по улице Лагерная стал настоящим спасением. Сразу же на связь вышли специалисты управляющей компании. Немедленно приехала аварийка. Неизвестно, сколько бы еще коммунальщики игнорировали прорыв трубы у одного из подъездов, если бы не Максим Громов.